Дорогие друзья, я приветствую вас, с вами епископ Альберт Раткин. И у нас, ну, радостное для нас по-своему событие. Три тысячи подписчиков. Неожиданно, мы ждали, что это ночью случится, это случилось вечером. Я не успел записать, конечно, благодарность. Я очень благодарю каждого из вас, всех, кто поддерживает нас, кто молится за нас, кто верит за нас, кто смотрит нас, кто пишет нам комментарии, такие и другие. Кто говорит спасибо и кто критикует нас. Нам это очень нужно, очень необходимо. Спасибо всем вам. У нас очень много планов. И, конечно, без вас эти планы, наверное, не состоятся. А для кого тогда еще работать? Для кого тогда писать, как не для вас? Для наших подписчиков, для наших зрителей. Наверное, надо сказать немножко о миссии нашего канала. Наша страна большая и много разных людей, интересных людей. Мы стараемся брать интервью у различных людей с различными взглядами, в том числе и политическими взглядами. Мы хотим предоставить площадку каждому, но хочется показать за политическое или за экономическое, за бизнесом, вот за всем этим, показать человека, показать его душу. Я не знаю, насколько это получается. Не с каждым мы согласны. Я хочу, чтобы вы это знали. Но мы все равно будем делать то, что мы делаем сегодня. Мы хотим приглашать к сотрудничеству наших братьев, епископов, пастырей из разных союзов, из разных деноминаций. Может быть, однажды вы увидите на нашем канале представителей других религий, не только христианских конфессий. И это тоже, я считаю, правильный путь. Мы живем один раз на этой земле. Так много нас разъединяет. И так мало мы делаем для того, чтобы быть едиными, чтобы любить свои города, заботиться о своей стране, чтобы помогать людям, которые живут рядом с нами, неважно, какого цвета кожи они или какую религию они исповедуют. Главное, что мы верим во Христа, мы любим Его. А Его послание было одно – идите по всей земле. Еще одной миссией нашего канала является народная дипломатия. То, что не удается политикам, то, что не удается людям, которые находятся у власти, с Божьей помощью, я верю, возможно, получится нам. Поэтому мы протягиваем руку всем, кто рядом с нами, тем, кто граничит с Российской Федерацией. И не только. Не только здесь, не только в Украине, в Беларуси, в Армении, в других республиках бывшего Советского Союза, но и в разных странах, где живут наши соотечественники, где живут славяне, люди, у которых есть общий язык, русский язык. Надеюсь, вы его не забыли. Поэтому мы будем работать и делать все, чтобы явить это единство всему миру. Еще раз огромное спасибо всем вам за всю поддержку, за вашу любовь, за ваше терпение к каким-то мелочам, которых мы порой не видим. Что-то мы выпускаем качественно, может быть, что-то вы видите, не так мы делаем. Простите Христа ради нас. Мы любим вас, мы благодарим каждого из вас. Наша небольшая команда, которая растет сегодня, которая умножается. У нас есть планы сегодня, и несколько ведущих компаний из нескольких стран готовы заключить с нами соглашение, предоставить нам потрясающий контент, интервью, фильмы, еще что-то. Мы хотим развиваться вместе с вами. Спасибо вам всем. Я не знаю, кто был трехтысячным подписчиком, но благослови вас, Господь. Встретимся на десятитысячном подписчике. Аминь. Аминь.